здравствуйте друзья у нас такой вопросик friday night на дорожку мне добрый день михаил и светлана не могли бы вы раскрыть такой вопрос ваших видео и книжки я неоднократно слышал что американцы не принимают близко к сердцу то когда на работе им указывают на ошибку почему так как их воспитывали почему с вашей точки зрения мы чаще всего воспринимаем это болезненно я предполагаю что возможно в ссср за ошибки ругали но я не работал в ссср а вот когда мне указывают на ошибки первые часа два внутри возмущения потом проходит но на какое-то время осадочек остается наверное это связано с воспитанием в детстве но тогда почему протест а не обида вопрос даже больше в том как самому воспитать ребенка чтобы он нормально относился к ошибкам спасибо да я рассказывал и в книжке писал такую ситуацию когда я работал на самой первой своей работе по тестированию программного обеспечениям у нас были разные этнические таскать группы программистов на которых мы работали ахи там заполняют эти баг репорты сообщая об ошибках и я обратил внимание на то как по-разному реагируют на баг репорты разные люди из разных культур что значит и там некоторые даже забавность присутствовала потому что например американцы не воспринимали это как то что это вообще книг ним лично относятся вот есть какой-то software software есть какой-то проблем как пойти и починить собственно и все как бы они не воспринимали это не ни в коем смысле что вот у тебя ошибка вот ты сделал ошибку ну понятно что софтвер понятно что ошибки понятно что там полно но взял починил и все черт попросту чем значит был до другой опыт это когда вот допустим программисты русские или индусы они начинают как-то болезненно относиться на эти вот ну как бы на себя типа так это что значит я такой же плохой программист что я да нет я год ошибка просто поправить вот но но вот это вот стоит то есть вот он может словами сказать или не сказать но это воспринимает как намек на то что у него там низкая квалификация у нас был один как бы американец но такой поляк уже в каком-то поколении может быть но может сказать что американец польского с польскими корнями он переживал что вы выгонят то есть он как-то был не уверен в себе вообще такой есть люди неуверенные и он каждый баг репорт которые писали и ему прописывали его чинить каждый баг репорт его возмущал он приходил он базарил он склочничал что тут не баг это нельзя то есть он какое-то время вот ее хотели выгнали потом но просто вот какая-то болезненная была реакция вот хоть и американец но как как вот ребята объясняли что он все время там шел вопрос о том чтобы его выгнать ему какое-то там предупреждение делали и так далее ты за этого может потери китайцы меня больше потрясли китайцы то есть там были ребята которые если вот им знаете бывает ситуация когда есть какой-то баг так и ему приписали баг пускай вот ты будешь чинить а дальше выясняется что это не его баг иногда не видно по коду если никто когда менеджер говорит ты будешь чинить он смотрит там чья зона ответственности но может оказаться что в целом зона моя но там выходит какой-то код из из другой зоны ответственности который меня просто там используется и как как бы мой но не мой вот и они начинают сразу там ну базарить там иногда что это не мой почему мне там и так далее то есть она как-то возмущаются и там ходят вот смотри там китайцы в этой ситуации они что делают они берут и чинят чужой баг при том что это не их собственный но если менеджер ему сказал вот это починить он его чинит ему проще ему естественнее починить чем ходить и с кем-то базарить вот тоже интересная такая культура пойти вот это то что я рассказывал значит если вы возвращаемся к вопросу почему мы болезненно относимся когда нам показывают на ошибку а вот американцы нет значит я на днях рассказывал что вот саша наша в школу ходит их в школе учат им говорят что вот неважно кто и что о тебе сказал вот это вообще неважно вот ты есть ты а кто и что сказал то и что подумал и тогда вообще не имеет никакого значения и на сказать что дети к этому так относятся буквально в лоб вот допустим и там это в школе какие-то выборы и значит там какая-то сашина подружка значит баллотировалась на этих выборах а саша не интересно выбор она в газету там делает она как-то такая вне политических дискуссий но и значит и подружка там подходит ведь но ты будешь за меня голосовать значит и саша ей так аргументировано вот как вот в американских школах значит и хочет аргументировать она и аргументированно объясняет почему она не будет за него голосовать и почему вообще ей неправильно там баллотироваться то есть и никто не обижается и никто не как бы сказать не берет на себя там это да вот они они такие это целая система воспитания это не вопрос того что вот родители сказали или учительница сказала это вопрос того что общество такое чтобы вам не сказали родители но если вы пришли в школу и там значит другая обстановка и вы должны соответствовать этой обстановке значит вы будете как-то ей соответственно чтобы вам не сказали в школе но если вы пришли там еще куда-то и там надо соответствовать по-другому вы будете соответствовать по-другому только когда все общество а там уже и родители и школа и на работе и еще что-то. Когда они все вот в этом, тогда получается, ты как все, и вопросов нет. Значит, безусловно, в этом деле есть традиция. Просто традиция. Вот какая-то культурная традиция. Если ты родился и вырос в этой стране, ты не будешь воспринимать, как программист, ты не будешь воспринимать написанный баг-репорт, как попытку лично тебя как-то унизить. Если ты вырастешь в другой стране, и будешь там программистом, то ты может быть будешь к этому относиться вот так. Но мы не программистом говорим, мы в целом, да, вопрос-то был гораздо шире. Вот почему, когда нам показывают на нашу ошибку, мы значит вот там чего-то возмущаемся, переживаем там. И тогда я это очень хорошо понимаю, я тоже такое же, ничем не отличаюсь. Переживаешь. Значит, почему такая традиция? Следующий вопрос. на который у нас нет ответа. Понимаете, у меня нет, у вас нет. Мы можем гадать, мы можем думать на эту тему, но сказать, что ответ есть у меня нету точно. Но дело в том, что вот если я помню наше, как бы детство, и юность, и так далее, всю систему, в которой мы жили, она была очень, как сказать, вот как агрессивная среда. Знаете как? И там все время на тебя нападали, и все время надо было защищаться, и все время тебя унижали. Вот там, допустим, ну, когда дети сдают макулатуру, например, да, вот нам всем там велели сдавать макулатуру. И когда наша дочь была там, не помню, классе во втором, и у них была классная комната, они там до четвертого класса включительно учились в одной комнате, с классным руководителем, там все дела. И вот там у них была доска такая, и родители собирали эту макулатуру, чтобы дети могли в школу что-то принести, а двое детей не принесли макулатуру. Это английская школа, это в Москве. И, значит, и вот там висел такой плакат, там позор, там я фамилии не помню, там Иванову и Сидорову, которые не принесли макулатуру. Позор! Понимаете? Гнобили детей, маленьких, а сколько им там, восемь лет? Вот. Все время шло унижение. Унижение. Все время на тебя накатывалось, и ты должен был оправдываться. И, ну, вот, не знаю, обидно было, да? Там, они же еще что делали? Они, когда у тебя ошибка, они не говорят, ты знаешь что, вот тут, что-то надо подправить что-то. Они же говорят, ты что же это, твою мать? Ты что же тут делаешь? Ты что себе позволяешь? Ты вообще куда смотрел? У тебя что, руки-крюки? Ты вообще в своем уме? Понимаете? Это же подается же по-другому все. И, ну, я не знаю, вот я работал в конструкторском бюро. И занимался тем, что я делал схемы, там, цифровые. Ну, всякая схема требует какой-то доводки. Даже как софтвер, да? Вот он сделан сначала, потом его тестирует, потом его там, значит, теми приборами, теми средствами, которые есть, значит, убеждаются, что выполняют свою задачу и так далее. Ну, все время правишь чего-то. Все время чего-то правишь. И у нас никогда не было такого, чтобы кому-то сказали, что он там, вот ты козел, смотри, что ты делаешь. Такого не было. Но если люди были постарше, по должности, и как бы от них уже реально зависел там, ну, успех или не успех проекта, и они могли что-нибудь такое закрутить, что ну, вот хоть стой, хоть падай. Ну, то есть, какого-то совершенно неадекватного уровня проблемы могли быть там или что-то, но и то там не принято было именно так гнобить, но могли просто с должности снять. Вот могли. То есть, был уровень проблем, за которые снимали с должности. Там ведущего инженера переводили там куда-то пониже. Тоже это было крайне-крайне редко. Люди были очень ответственные и как бы, ну, там много уровней контроля было и так далее. Ну, бывает. Поэтому я не могу сказать, что в советское время, например, даже, вот, скажем, на работе вот над людьми там издевались или как-то их унижали и так далее. Не могу так сказать. Но, например, в школе, да, в школе легко могли. В институте ну, я не знаю, в институте ну, тоже могли, тоже могли. Знаете, так вот, я помню, как-то сдавал зачет в каком-то курсе, я не помню, сдавал зачет. И зачет был по предмету, который назывался тряпки в народе. Ну, так он назывался, там, материалы ведения, а так в народе называли тряпки. Знаете, когда речь идет об электричестве, там даже слабые токи, вот как связи, но там, значит, изолирующие материалы всевозможные и так далее. И курс был абсолютно, ну, такой, неинтересный для нас, непрофильный, черти что, и сбоку бантик, там, нужно было что-то такое, там, я не знаю. Ну, и когда я там свои лабораторки, там, сдавал, ну, очередную лабораторку сдавал, там, надо было их пройти сколько-то. И женщина какая-то сидела и, значит, что-то она ко мне пристала, я не помню, что-то, то, как это сделать, как то сделать. Я, ну, я, так и так, и так, это, ну, ничего-то я не знал, как. И она, значит, да, говорит, Портнов, говорит она, пропадете вы, она, говорит, я говорю, а почему? Он говорит, думать не умеете, говорит она, и берет зачетку мою, ставит зачет, а зачетка вся в пятерках, а там живого места нет, у меня за пять лет ни одной четверки не было. И она, значит, листает и говорит, смотри, как, а там, значит, пятерки одни, говорит она, вот, а я, ну, тоже схамил, как бы слегка, я говорю, ну, я говорю, других предметов-то не нужно так сильно думать, вот, и, значит, ну, в общем, так, я к чему рассказываю, мы в институте, и я не двоечник какой-то, и не дебил, понимаешь, и там, и у меня полная зачетка пятерок, и она мне говорит, но она не знает этого, и она мне говорит, ну, пропадете, говорит, думать не умеете, ну, что это такое, вот, при том, что я, я не знаю, что она такого могла спросить, чтобы я не мог сообразить, ничего там сложного не было, но есть люди, которые умудряются так вопрос, поставить, что же там вообще никто понять не может, есть такие путаники, что самые простые вещи, так запутают, вот, сегодня студентка мне одна говорит, Михаил, вы, говорит, так, просто объясняете сложные вещи, я говорю, ласточка, да они простые, люди думают, что они сложные, потому что есть путаники, которые не в состоянии простые вещи просто объяснить, они берут простые вещи, и так сложно объясняют, что уже думают, что они сложные, да нет там ничего сложного, ну, что же там сложного-то, как бы я сложную вещь объяснил, она простая, но не суть, так вот, есть такие вот они, вопросы задаватели, что там вообще понять, что они хотят я просто чему рассказываю что есть вот есть некоторый такой элемент понимаете даже в институте даже вот все такое поэтому наверное это все формирует вот садик детский садик школа я жил в военном доме но от гарнизона там от воинской части точнее где отец служил там весь дом был вот семьи военнослужащих и это много было анекдотов таких военных гарнизонных вот и все анекдоты начинались практически все там как по схеме они начинались со слов там допустим товарищ старшина а правда что так и надо же может быть там что эти самые крокодилы летают или правда что можно человека собрать разобрать как автомат там это и вот правда что следующий ответ значит дальше начинается ответ ответ начинается со слов ну и дурак же ты иванов давайте это армия вот школа жизни это он жалко в армии служил там бы из тебя человека сделали понимаешь вот такая вот значит человека сделали ну и дурак же ты иванов то есть унижение как принцип как солдат он вообще не соображать не переживать не ничего не должен дурак дурак и все если вы помните там этого форест гамп фильм и он это двигать стюпит и стюпит дать вообще с таким лицом на стюпит и стюпит дать не неважно его нельзя обидеть его нельзя оскорбить вот и это же ну за редким исключением же вся страна проходила через военную службу да там парни ну кроме тех что вот там ну или совсем больной или там в институте учился так что до унижение поэтому никому же не приятно унижение получать тем более ребенок и псих психика такая ранимая и вот тебе говорят что ж ты твою мать да причем даже когда тебе не говорят что ж ты твою мать они оттягивают а ну-ка посмотри ну-ка посмотри сюда это что это что еще же от интонации зависит это что ну конечно и да чё говорит так что но опять я еще раз я возвращаюсь к началу этого сюжета я говорю что я не знаю я не знаю я думаю что тоже есть какая-то параллель вот которую можно провести с понятием гражданина вот есть гражданин свободного общества а есть гражданин не свободного общества а есть гражданин такого общества где основное это выжить и там другая мораль и там другие как сказать страхи и там другие переживания надежды и так далее и там другая нравственность все другое поэтому я думаю что что вот это как бы переход от феодализма к капитализму, да, вот как бы более феодальный, это где человек затравленный, где он боится, что ему сейчас как надают, ну или, скажем так, развитый капитализм или там неразвитый капитализм, вот где надают. А развитый капитализм, это там, где уважают человека, его достоинства, его права, где никто, собственно, и не пытается посягать, а если это произойдет как-то, и он говорит, ну и что это, мужики, они начинают сразу извиняться, вот, и, говорит, что вы, что вы, да, мы выстрел не имели, они не то, чтобы специально, поэтому, может быть так, кто его знает. Но, в общем-то, я хочу сказать, что вот этот страх и ощущение того, что сейчас получишь, это же в нас сидит-то поколениями, представляете, вы задумаетесь, наши родители, наши бабушки-дедушки, там, прабабушки-прадедушки, то есть они-то постоянно жили в состоянии, когда сейчас могут, да, там, ни за что посадить, например, а то и вовсе грохнуть. Поэтому, а бывает, что и за что, и по-всякому бывает, но уж по-всякому случае в суд ты не пойдешь, вот это пословица, представляете, русский человек судиться не любит, это русская пословица, русский человек судиться не любит, он может взять оглоблю, он может морду набить, он может ничего не сделать, но судиться он не любит. Почему же он, ё-моё, судиться не любит? Потому что нету в суде правды никакой. Ничего такого ты в суде не получишь, ради чего туда стоит ходить? Понимаете, какая штука? Поэтому вот это постоянное состояние подвешенности, где ты не защищен. Незащищенность, может быть, другое слово для этого, подходящее, незащищенность, вот это ощущение незащищенности, и тогда он так болезненно реагирует. Может быть так. Ладно, ребят, я приехал домой и приглашаю тех, кто досмотрел, и тех, кто не досмотрел, но они уже не услышат. Я предлагаю высказаться, потому что ведь вопрос очень понятный, мы все это видели и как бы внутренне испытываем, и испытывали и так далее, поэтому я думаю, что почти у каждого есть что-то сказать на эту тему, если настроение будет, так что я очень приглашаю. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова